Роберт Кеннеди родился в штате Массачусетс, 20 ноября 1925 года в ирландско-американской семье. Предки Кеннеди после эмиграции прославились в США. Отец Джозеф Патрик был бизнесменом и видным политическим деятелем, мать Розефиц Жеральд занималась воспитанием наследников. Светская жизнь состоятельной пары, вращавшейся в обществе филантропов, обсуждалась на страницах европейских и американских газет. Роберт Кеннеди провел детство с братьями Эдвардом, Джозефом-младшим и Джоном и иногда искал утешения в обществе старших сестер. С раннего возраста ребенок, воспитанный нянями и гувернантками, интересовался окружающим миром, желая расширить кругозор. Глава семьи равнодушно относился к успехам сына, коммерсант занимался образованием старших, более перспективных детей. Из-за этого мальчик невольно сблизился с образованной и интеллигентной матерью. Кеннеди посещал разные школы, но из-за замкнутого характера был несчастным и одиноким. Отсутствие постоянной кампании привело к увлечению историей, в области гражданской войны в Америке Роберт проявлял себя как знаток. Оценки по прочим предметам оставляли желать лучшего. Однако во время семейного путешествия в столицу Великобритании все узнали, что у скованного подростка поставленная речь – острый ум. В начале 1939 Роберт появился на публике, выступил на закладке здания молодежного клуба для англичан. Уверенная манера поведения и образные связные высказывания Кеннеди очаровали новоселов и сторонних горожан. Вернувшись в Америку, сын бизнесмена стал студентом школы Святого Павла, но мать не хотела, чтобы наследник появлялся в протестантских церквях. Несмотря на категорические возражения мужа, улаживавшего дело за границей, ребенок пошел в интернат для католиков, популярный в высших кругах. Следующим этапом учебы стала Академия города Милтона, где Кеннеди начал думать о поступлении в университет. Когда старших братьев подростка зачислили в американскую армию, Роберт пытался прославиться как физкультурник и атлет. К сожалению, природа не наградила парня нужными данными, при росте 175 сантиметров он весил 85 килограммов. Желание принести пользу родине заставило юношу набрать форму и к 18-19 годам привести тело в соответствие. Это укрепило мечту стать служащим Вооруженных сил Америки, но едва начавшаяся карьера закончилась в 1944-м. Поступив по настоянию родителей в специализированный колледж Гарварда, Роберт Кеннеди всерьез пристрастился к интеллектуальному труду. После гибели кровного брата Джозефа в боевой авиакатастрофе студент удостоился уважения в семье. Он побывал в учебном круизе на борту небольшого эсминца, выполняя обязанности рядового наравне с младшими служащими. В начале 50-х Роберт получил юридическое образование и стал авторитетным докладчиком и автором журнальных статей. Когда будущий президент Джон Кеннеди начал карьеру в политике, молодой человек состоял в его штабе. Когда Джон был избран 35-м президентом Америки, то назначил брата на одну из верховных должностей. Родство между видными политиками стало беспрецедентным случаем для США, но благотворное сотрудничество вызвало одобрение людей. В качестве генерального прокурора Кеннеди боролся с организованной преступностью. Сотрудничая с Министерством юстиции, Роберт преследовал семьи нью-йоркских гангстеров и знаменитых крестных отцов мафии. Близкий соратник главы государства, ставший членом Палаты Конгресса, считался эталоном либерализма в демократических кругах. Он занимался урегулированием проблемы Карибского кризиса, возникшей во внешней политике в 1960-х годах. Убийство брата отразилось на жизни всех членов семейства, становившихся жертвами болезни и страшных автокатастроф. Роберт нашел в себе силы продолжить дело Джона Кеннеди и нацелился на выше из правительственных постов. Предвыборная кампания, стартовавшая в начале 1968-го, показала, что прирожденный политик искренне любит родную страну. Он призывал граждан реформировать все системы и безболезненно закончить войну во Вьетнаме. В интервью журналистам Роберт Кеннеди поднимал вопросы равноправия, хотел наладить жизнь в районах, полных социальных проблем. Кандидат разрабатывал проекты, касавшиеся прав афроамериканцев, и предлагал простые решения, призванные понравиться большинству. 4 апреля 1968 года именно он на митинге первым сообщил темнокожим избирателям в Индианополисе, что Мартина Лютера Кинга убили. Роберт призвал собравшихся граждан последовать словам самого Кинга и заменить жажду насилия пониманием, сочувствием и любовью. В тот день Индианополис благодаря усилиям Кеннеди остался единственным крупным городом в США, в котором не случилось столкновений с правоохранительными органами. Однако впоследствии в Америке начались масштабные беспорядки. Носитель именитой фамилии впервые влюбился в одноклассницу Пьёди Бейли, в архивах сохранились их совместные детские фотографии. Однако романтические чувства со временем остыли. При этом девушка запомнила его как привлекательного и веселого молодого человека. В начале 1950-го в личной жизни Роберта появилась Этель Скёкель, впоследствии ставшая его женой. После рождения первой дочери, известной под именем Кэтлин Хартингтон, Кеннеди обзавелся полноценной счастливой семьей. Всего пара воспитывала 11 детей, семь сыновей и четыре дочек. Причем 11-го ребенка, Рори Элизабет Кэтрин, Этель Кеннеди произвела на свет спустя полгода после смерти избранника. Известно, что Роберт вслед за старшим братом закрутил роман с актрисой Мэрилен Монро. За скандалом, разгоревшимся после раскрытия тайны их интимных отношений, последовала загадочная смерть легенды американского кино. Русская балерина Майя Плесецкая, в молодости сотрудничавшая с разведкой, также крутила роман с братом 35-го президента Америки. Посол СССР Анатолий Добрынин, лично знакомый с семьей американских политиков, считал, что в этой связи присутствовали и чувства. В книге «Розовый треугольник», написанной Дарвином Портером и Данфортом Принсом, сказано, что популярный танцовщик Рудольф Нурев, имел любовную близость с тогдашней первой леди США Жаклин Кеннеди. Однако авторы подготовили для читателя еще одну сенсацию, по их словам, Рудольф Хаметович состоял в отношениях и с Робертом. Также драматург Трумен Капотти утверждал, что генпрокурор, едва не ставший лидером американской нации, был латентным геем. В начале апреля 2023-го телеканал CNN сообщил новость, адвокат по экологическим вопросам Роберт Кеннеди, младший, племянник 35-го руководителя США, подал заявку на участие в выборах главы государства. Политическое мероприятие было запланировано на ноябрь 2024-го. Уроженец Массачусетса имел все шансы продолжить дело брата, но сделать нацию счастливой амбициозному госслужащему помешал теракт. А трагедия, произошедшей после победы на Праймерис в Калифорнии, долго помнили политические и общественные круги. 5 июня 1968 года в отеле Амбассадор, где праздновали победу на предварительных выборах, появился убийца, палестинец Серхан Бешара Серхан. Он выстрелил в сенатора Кеннеди из револьвера 22-го калибра. На следующий день пострадавший скончался в больнице. Причиной смерти Роберта стали раны, несовместимые с жизнью. Похороны состоялись 8 июня 1968 года. Носитель именитой фамилии похоронен на кладбище городского округа Арлингтон. Спустя 30 лет после этих событий опубликовали снимки Пола Фуско, штатного фотографа журнала «Лук», на которых запечатлены сотни людей, встречающих траурный поезд спасения. Продолжение следует...